Морская профессия – одна из самых сложных. В Беларуси моря нет, однако покорить его хотят многие. Это доказало количество желающих, которые пришли на день открытых дверей в клуб юных моряков. Здесь их с удовольствием ожидали будущие педагоги-наставники, которые уже готовы обучать и наставлять своих воспитанников. Я не ставлю своей целью, чтобы каждый ребенок, который пришел к нам в центр, он стал моряком. Самое главное, мы должны понимать, что для ребят это в первую очередь занятие полезным делом. Это, наверное, пожалуй, то направление, когда мы детей забираем с улицы. Это профилактика тех же правонарушений. Поэтому каждый ребенок, который пришел к нам, он прежде всего должен найти себя, он должен найти для себя увлечение. Желанным гостем на морском празднике стал Нептун. Он дал напутствие будущим асам морского дела и пожелал 7 футов под килем и попутного ветра. Для кого-то такое благословение в свое время помогло принять главное решение в жизни. Оно определило выбор профессии. Мы ходили в клуб, посещали различные места интересные, ходили на шлюпках, занимались влажным семафором и узлами. Все это меня толкнуло, чтобы поступить в морскую академию. Сейчас я учусь на четвертом курсе Государственной морской академии имя Адмирала Макарова. Побывал уже на практике, повидал очень много различных стран. Очень мне это нравится. И я благодарю клуб, что он меня толкнул выбрать эту профессию. Желаю всем ребятам, чтобы сюда ходили. Больше было здесь людей. Будет веселее. Летом есть еще походы. У нас на, как говорил директор клуба, то, что на фросте, на нашем паруснике, ну на этом кораблике, выходим и плывем. Вот я плавал в Пинск. Гостей праздника ожидало знакомство с настоящими морскими науками. Каждый желающий мог попробовать установить палатку, пройти полосу препятствий, завязать морской узел и померяться с силой в перетягивании каната. А те, кто любит занятия поспокойнее, с удовольствием слушали рассказы педагогов о строении кораблей. И, возможно, именно этот день открытых дверей станет днем решения в выборе жизненного пути.